Скоро вас сможет, может, даже прийти к гостям на пушку или на телефон для этого, и просто вот там, на отсутке, оставить свои координаты. Вот, помимо этого, помимо этого, вы спросите, а что же надо сделать, чтобы зарегистрироваться на квест? Все очень просто. У нас самая упрощенная регистрация. На входе вам надели цветной браслет. Это и есть регистрация на квест. А давай сейчас прямо узнаем. Поднимите руки, у кого на руке сейчас одет оранжевый браслет. Где оранжевый? Все с оранжевыми браслетами рукаверны. Знакомьтесь, это ваша команда. Все люди, которые ходили сейчас, руки будут за вас, а вы за них. А давай мы, может быть, их сразу перевезти. Вот здесь оранжевые браслеты собирались. Вот здесь оранжевые браслеты. Оранжевые билеты. Оранжевые браслеты. Все сюда, ко мне. А вот почему мальчик с оранжевыми браслетами идет? Давай тоже сюда, быстрее кашируем. А у тебя есть оранжевый браслет? Есть. Хорошо, оранжевый браслет у нас есть. У нас есть еще белый браслет. Поднимите, пожалуйста, руки у кого белый браслет. Белые будут здесь тусоваться. Белые браслеты, все идите ко мне. Давайте. Андрюха, ты соберешь? White power. Да, белая сила, белые браслеты. А черный браслет, вот это интересно. А черный браслет будет здесь. Все, оранжевый сюда. А вот с черными давайте сюда подойдем. Давайте сюда. Черные браслеты, оранжевые. Черные браслеты. Black power. Да. Ну что? Хип-хоп. Андрюха, у нас есть пять зон, насколько я знаю, активных. Где будут проходить квесты? Давайте внимательно посмотрим по сторонам. Подожди, подожди. Максон, ага. Если кто-то прямо сейчас еще хочет зарегистрироваться и получить свой цветной браслет, он прямо сейчас, у него есть последний шанс это сделать и подключиться к команде. Напоминаю, здесь находятся оранжевые, здесь белые и здесь черные. Так вот, и сейчас, Максон, давай расскажем, что же за корысть вообще предстоит и зачем нужны эти были браслеты. На самом деле все очень просто. У нас есть в зале пять зон. Давайте внимательно посмотрим по сторонам. Наши промоутеры-помощники сейчас высоко-высоко поднимут руки. Итак, зоны-помощники. Вот я вижу молодой человек там стоит с руками. Где у нас еще? Зона, в которой мы будем проходить. Еще одна. Еще одна. Еще одна. Вот там молодые люди, девушки. Вот там у брэдвола. У брэдвола зона. Вот, смотри, девушка прямо рядом с автомобилем стоит тоже. Еще одна зона. Так, и последняя, пятая зона нам нужна. Два человека были вместе. Ага, трещина карьера. Два человека. Итак, друзья, когда вы получите задание от каждой из этих зон, вам необходимо будет его выполнить. Выполнение командное. Чем больше людей в вашей команде, тем легче будет это исполнить. Тот, кто первый, соберет пять карточек, пять элементов. В каждой зоне есть своя карточка. Мы же не просто карточки собираем, а мы собираем икс-карты. Икс-карты, да. Икс-карты. Чем больше иксов вы собрали, тем лучше. Если собрали все пять, вам нужно срочно бежать к нам. Тот, кто сделал это первый, тот и победит. И получит супер-приз наш. Да, получит супер-приз. Но мы не будем говорить. И мы не скажем, как будет. Пусть они получат и узнают сразу. Да. Но призы будут. Призы будут. А сейчас, Андрюк, насколько я знаю, ты хотел подготовить какой-то творческий супер-конкурс. Это не то, что конкурс, это так, небольшая активизация. Разминочка перед костюмом. Разминочка, да. Просто мы вообще с Максуном немножко читаем рэф. Вы знаете, что такое рэф? Рэф. Давай проверим, кто больше знает. Кто знает, что такое рэф? Поднимите руку, чтобы мы хотим понимать. Срубдол, Димати, Баста, Баста, Райс, Четыре. Хорошо. И Зимит, который тачку на прокачку. Так вот, мы сейчас вам покажем, немножко приоткроем, так сказать, завесы. И покажем, что же это такое. Но нам нужна ваша помощь. Давайте подумаем о том, чем еще можно заниматься, можно заниматься в модном городском кроссовере на заднем сидении и в компактном таком, да. То есть, вообще, это автомобиль такой для модной, прогрессивной, молодежи, активной, которая, значит, не просто вышла, доехала на работу и потом вернулась обратно. То есть, это все гораздо веселее. Давайте подумаем, чем же еще можно заниматься в этом автомобиле. Давай, я буду спрашивать, а ты записывай. У кого есть варианты? Вот молодой человек, давайте. Читать рэп. Можно читать рэп. Можно читать рэп. Ты запишешь? Нет, запомни. Читать рэп. Стихи. Ну, сочинять стихи. Да. То есть, сиди просто в стоящем автомобиле и сочинять стихи. Или на ходу? Лучше в стоящем автомобиле. На ходу можно, но лучше не отвлекаться от движения. Надо в стоящем сочинять, едущим исполнять уже. Да, да, но хорошая атмосфера. Знаешь, сидишь в таком модном кроссуере и вот, значит, маяковствуешь. Да, маяковствуешь. Хорошо. Да, что еще? Можно просто сидеть и общаться. Можно просто пообщаться с друзьями. Можно просто пообщаться с друзьями. Да? Я думаю, можно прокатить какую-нибудь неплохую малыш тут на нем. Да? Что еще? Давайте попить. Пивасик попить. Пивасик попить. Пивасик попить. Пивасик попить в стоячем автомобиле? В стоячем автомобиле попить Пивасик, говорят. Но, вы знаете, говорят, без алкоголя Пивасик имеется в виду. А, без алкоголя, конечно. Можно алкоголя, но если на задних сидит. А про путь поспать нужно. А поспать? Конечно. Можно поспать. Потанцевать. Потанцевать. На машине? Да, на машине. Максон, вот ты же знаешь, как эти танцы на машине называются? Цунами. Как это? Дрифт. Дрифт, может быть? Конечно. Танцы на машине. Танцы на машине. Затрифтить можно. Старовать ты стал. Затрифтить. Затрифтить. Давайте, что еще? Что еще? Ну, кто? Кто знает? Я знаю. Ребята, кто знает, чем можно заниматься в машине еще? Женщину катать. Конечно. Я же сказал, да. Прокатить какую-нибудь малышку. Это мы уже записали. Давай, что малышка. Давай забьем эту тему. Нужно маму, например, отвезти куда-нибудь. Давай. Не на камеру. Не на камеру. Или в санаторий отвезти маму. Кого можно катать? Тещу. Развили тему, но не в то русло. Тещу можно катать. Хорошо. Что еще? Давайте последнее что-нибудь. Телевизор смотреть? Конечно. В компактный городской кроссовер можно запихать большую плазму и смотреть на нее. Продолжение следует. Вот мы собрали небольшое парашку. Есть еще сколько? Подземь. Но давай, молодой человек. Давайте. Серьезно сейчас подойдем к вопросу. Можно измышлять о любви. В стихах? Это уже было. Давайте. Можно кушать суши на капоте. Стильно, модно, молодежно. Кушать, сушить на капоте. Еще. Еще. Кушать, сушить. А скоростью лучше. Больше 200. Вспомните жизнь за одну секунду. Класс. Больше 200 за одну секунду. Я запишу ехать 200. Я запишу вспоминать. Так вот. Вот мы собрали какое-то количество активностей. Сейчас у нас 2 человек. Работать можно. Можно работать. Да. Можно работать. Воркаут. Воркаут. Такси, воркаут. Не знаю, можно подкачаться. Немножко. В этом, значит, замечательном автомобиле. Так вот, мы собрали немножко активностей, которые можно делать. Давай пройдемся быстро. Ворком городском кроссовере. Компактно. Быстро, значит, стихи. Покатать подружку. Поспать. И Васик попит без алкогольной. Сноуборд. Дрифтить. Теща. Смотреть телек. Плазм. Мысли о любви. Кушать суши на капоте. Ехать 200. Работать. И качать свое тело. Точно. Итак, пожалуйста, дайте пить. МС Монстар здесь. Поп-поп-поп-пак. Покромче. Йоу. Йоу. На самом деле, мои ритмы сейчас неплохие. Если ты едешь в ладей в сры, ты можешь читать стихи. А также можешь взять из дома горящую кружку и, конечно, прокатить свою любимую подружку. Кто-то скажет, что этого парня отсюда нужно убрать, но если застрелил машину, в ней можно поспать. А еще кто-то очень сильно любит гласить, но я предполагаю, что он отбезал какой-то был в девайсе. Отлично. А также сноуборд. Очень клево, как теннистый хор. Ну типа поехал на спор, покатался и вернулся, очутился там и в ней же, блин, проснулся. А также хочется во мне ритм убить, но, помимо всего, можно на ней еще и диктить. Ну типа загладывать боков, ехать сбоку и быть крутым, как остров с тихоком. Кто-то скажет мне неспроста, что может свою тещу проходить там Монстар. Но у меня есть по поводу тещи свое мнение. Если теща поедет, она будет на заднем сиденье. А также хочу смотреть вам, друзья, сказать, что можно посмотреть в телеке. Это не убрать. Ну типа плазму назад и ехать очень клево и смотреть вот так. Можно кушать суши, так сказать, на капоте. Можно сразу две тети разместить сзади и спереди еще тетю одну. Я не понимаю и не пойму, вам вообще нравится то, что сейчас происходит на ходу? Я считаю, что этот пристайл в каком-то, блин, бреду. А еще, кстати, силу в своей свисте. На ладе X-Ray можно ехать двести. Ну типа по откаду, ну типа вперед. Ведь эта тачка нереально прикольно прет. Ну и хочу сказать, что можно там работу, работать. Вот ведь непонятная система. Кстати, пока моя голова до конца, я помнела. Хочу закончить. Представим, что можно качать тело. Ну типа делать бицепс. Ну типа поркаут. Поднимите свои руки и скажите мне китау. Это был Мон Стар. Мон Стар с честного листа вместе с вами. Физ Стайл. Спасибо, спасибо. Это была такая небольшая разминочка.